Всем приветики! С вами Ольга и Винчинца, и мы желаем вам всем счастья, радости, любви и, конечно же, здоровья. А здоровья, потому что мы сегодня едем в Сатурнию на термальные источники, которые нам очень и очень и очень нравятся. И сегодня замечательный солнечный день, но с утра еще минус кин. И сегодня у нас встретила Италия с такими бренадами, как они говорят, и не везде было. Но наша машинка сегодня без Инии оказалась. Хорошо, что она у нас стоит закрытая. Ну, в общем, дорогие мои, эти терми наши самые любимые. Конечно, буду с вами делиться сегодняшними впечатлениями. Итак, поехали в Сатурнию! Тарапа-бам! Ну вот, мои дорогие, как я говорила, у нас сегодня и с утра. Минус один ощущается, как минус пять. Вот тетенька очищает свою машину, но наша машинка стоит чистенькой, потому что она в кустах. Молодец! У нас такая парковочка, поэтому никакие Инии нам не страшны. Мы сели и поехали. Перед тем, как поехать, в субботу мы еще ходили босиком по морю. Впервые в этом году. Это, получается, у нас 11 февраля. Сначала Винченц ходит, потом я. В общем, мы открыли, так сказать, половину купального сезона. Ну и карнавал. Тут такое настроение, что можно танцевать и веселиться. А мы решили, что на карнавал мы пойдем в следующее воскресенье. А это воскресенье мы посвятим именно термальным источникам. Сатурни, дорогие мои. Уже давненько мы туда не ездили. Но сама вот эта поездка у нас получилась очень красивая, потому что солнышко светит. Вообще замечательная погода. Посмотрите, какое небо голубое. Ну и уже и дороги забылись. Какие они красивые. Уже весеннее настроение. Везде цветет мимоза. И не только мимоза. Уже распускаются деревья, такие как персиковые, абрикосовые. Уже цветут сады, дорогие мои, в Италии. Поэтому дорога получилась очень красивая. Яркие впечатления. И даже если получилось так, что у нас в одну сторону 3,5 часа мы едем. И в другую 3,5 часа. Немного по автостраде и немного по таким дорогам. Но все равно получилось хорошо. В этот раз замечательно получилось. Потому что действительно мы уже давно туда не приезжали. Ну и вот проезжаем такие городки. Такие маленькие тоже. Очень хочется поделиться с вами впечатлениями. И это городок у нас. Сейчас вспомню какой. Ну неважно. Короче, возле уже Сатурни. И мне понравилась там площадь Гарибалти. И Гарибалти тоже присутствует. В общем, такие вот маленькие городки мы тоже проезжаем. Очень это здорово. И впечатления тоже от поездки остались хорошие. Потому что уже действительно давно мы на такие расстояния не ездили. В основном вот в Сан-Джулиано-Терми. На Сан-Валентино. Если вы смотрели мое видео, там тоже хорошо все обустроено. И сейчас мы уже вот подъезжаем практически к Сатурнию. Здорово. Потому что здесь действительно это Тоскана. Это Тоскана. Моремма. Регион. И когда уже мы туда въезжаем, конечно, воздух замечательно чистый. Уже кислород сплошной. Дышится замечательно. Ну и, конечно, очень приятные такие виды. Раньше мы ездили на открытые источники. Каскательны называются они. Водопады. В конце я вам покажу, как они выглядят. Но у меня есть отдельное видео. И поэтому в этот раз мы решили поехать в центр. Там, где все обустроено. Стоит вход в этот центр 27 евро. Только одни бассейны на полный день. На одного человека. Плюс, если хочешь шезлонг взять. Хотя бы для того, чтобы или позагорать, или посидеть. Или свои вещи оставить. Он еще стоит дополнительно 5 евро. И в этот раз мы узнали, что за своими этими халатиками приходить либо нельзя. Потому что, если они цветные, то нельзя. Либо, если у вас белые халаты, то можно. Или доплачивать за халаты тоже еще плюс 10 евро. Ну, у нас был один халатик светленький. Поэтому мы его оставили. А потом халаты мы не стали брать. Взяли полотенце свои. И мы обошлись. Сокономили тип того. Потому что была погода действительно замечательная. То есть, если утром это был минус 1. С 12 до 4 часов нагрелся воздух до плюс 16 градусов, дорогие мои. Получилось у нас практически лето. Вода 38 градусов плюс. Поэтому из бассейна до другого бассейна я даже халат не надевала. Поэтому загорели. Ну и загораешь еще и под водой. Лучи солнечные через воду тоже проникают. И получается загар шикарный. Ну, конечно, до пояса загорели. Но и спина тоже загорела. В общем, мы получились хорошие, такие загоревшие. Ну вот мы уже подъезжаем. Подъезжаем. Потому что хочется поделиться с вами такими видами моремы. Посмотрите, и небо какое голубое, и травка, и деревья. Но особенно те, которые цветут и пахнут. Конечно, поездка замечательная, красивая. Мне очень нравится. Морема немножко не получилась у меня заснять овец, которые там пасутся. Тоже они очень такие смешные, интересные. Они как камушки стоят на одном месте. Что уж они там едят, неизвестно. Морема знаменитый еще и своим прошутто тоже, и своими сырами. Именно сырами из овечьего молока. Разными. Ну вот мы уже подъехали к этому центру. Это центр Сатурнии. Парковка здесь бесплатная в этот раз. Мы уже, оказывается, 11 лет в этом центре не были. И вот мы уже красавки такие. Мы уже здесь. Есть вот такой бассейн закрытый. Но мы им в этот раз не пользовались, потому что уж очень хороша погода сегодня. Очень хорошая. То есть из закрытого бассейна здесь есть такой вот канал, по которому можно проплыть и пройти в другие бассейны. То есть можно на улицу не выходить, если когда погода холодная. Но сегодня, конечно, погода была замечательной. Посмотрите, и вода, и небо практически одного цвета. Очень много бассейнов и всякие разные такие гидромассажи, которые вот падает вода. Ну и вот мы тоже взяли такой вот шезлонг один. Просто вещи на него поставили. Иногда перекусывали что-то. Но хотя есть здесь бар. Здесь можно и выпить, и закусить. Здесь такое на солнышке посидеть. Ну, мы решили так обойтись. Потому что вина нельзя. А без вина еще это такое. В общем, мы наслаждались именно вот этим вот. С такой красотой. И вот главное, что покупались как следует. Ну, использовали все, 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 которые бидромассажи, которые есть. Это здорово. Девчонки очень любят вот этот грибок. Прям сидишь на нем, вот, хорошо, хорошо. Ну, здесь есть такие сильные гидромассажи. Я нашла один вообще очень и очень сильный. Нашли и сауну в этот раз. Очень интересная такая сауна с открытыми, со стеклами. То есть клаустрофобией, кто страдает, можно туда идти. Вот эти тоже очень сильные гидромассажи. И, что самое интересное, в сауне я встретила свою подписчицу. Сидим мы с Винченцем, заходит женщина и говорит, я тебя знаю. Говорю, я тебя нет. Она говорит, я твоя подписчица и смотрю все твои видео. Зовут ее Анна из Гроссетта. Здесь, в общем, недалеко от этого Сатурни, один час езды. Она говорит, я частенько посещаю эти места. В общем, тесен мир, дорогие мои. И в Сатурни встретила свою подписчицу. Было очень приятно. Мы сделали с ней фотографии. Они остались у нее на телефоне. Если она мне вышла, я с вами тоже поделюсь, конечно, этим. Это Винченцем меня снимал. Конечно, тоже получились такие фотографии, немножечко маленькие видео. Но неважно. Главное, что он меня тоже поснимал чуть-чуть. Не только я его. Получились замечательные впечатления. Как я уже говорила, загорели. Лицо и шея, и грудь загорели хорошо. Погода замечательная. У нас получилась просто прелесть. Плюс 16 градусов, дорогие мои. Но на солнышке ощущалось, как плюс 20. Поэтому впечатление, конечно, море. Вот эти вот каскадели, на которые мы раньше ездили, они совершенно бесплатные. Но мы в этот раз решили отдохнуть. Хотя здесь нам тоже очень нравится. Сероводородная вода. Очень хорошо для кожи. Поэтому съезжаются со всего мира сюда. Очень здорово. Ну и, конечно, искупаться и позагорать. Ну и с удовольствием поехали домой. В общем, мы были в воде, так сказать, практически. Ну, немножечко туда-сюда походить. 5 часов. Ну и вот такая мимоза. Ну и, конечно, впечатление приятное. Потому что купаться хочется. Я и поплавала. И загорали. Я загорала под водой. Потому что немножечко на улице еще прохладно. Некоторые в халатиках тоже отдыхали. Но мы так, под водой сидели. И загорали под водой. Есть такие. Мы нашли потом место. Винчинцы даже там заснул. Потому что небольшая вода там капала. И можно было сесть. И получилось, что плечи под гидромассажем. И спокойненько сидишь. Ну, в общем, вот такая вот у нас красивая дорога получилась. Это мы уже едем обратно.